Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее и ярское утро! Значит, сегодня у нас 20 мая, 19-е ияра. 19-е ияра, 20 мая. И сегодня 34-й день омера. То есть, как можно с любого ракурса посмотреть на сегодняшний день. И пятница, тоже пятница. Для кого-то пятница наполнена каким-то смыслом. Для кого-то это окончание рабочей недели. Для кого-то это канун шабата, РФ-шабат. А для кого-то это все вместе, и ты выбираешь. То есть, человек, который живет в одной парадигме какой-то, где он знаком только с одним взглядом на мир, то у него пятница и все. Все, пятница, 20 мая. Все, он как бы в рамках вот одной такой, да, одного ракурса. А когда ты знаешь все вот эти вот ракурсы, тогда у тебя появляется настоящая свобода выбора. И свобода выбора – это выбор внутри ракурса, через который ты смотришь на мир. Я помню, когда-то читал, есть такой писатель, Роберт Ханлайн, по-моему, его зовут, писатель-фантаст. И он, там была такая фраза в его книге, вернее, я вначале увидел цитату, потом прочитал книгу, мне было интересно, кто же написал такую цитату. Цитата была такая. Он говорит, я еще в ранней молодости я очень начал, не знал, как выбрать. С одной стороны, религиозный путь, он меня очень привлекал, а с другой стороны, быть нерелигиозным – это тоже какие-то дает бонусы, да. И он говорит, я так устал от выбора, что я выбрал быть почетным дням религиозным, по нечетным нерелигиозным. А раз в 4 года, 29 февраля, отдыхать от обоих этих концепций. То есть не быть религиозным и не быть нерелигиозным, а вообще отдыхать. Такая, это именно фраза в жестком таком формате. Он нам показал, что люди все равно все смотрят на мир сквозь призму веры. То есть верующий человек религиозный, он верит в религиозный взгляд на мир. Неверующий, вернее, верующий нерелигиозный, он верит в нерелигиозный взгляд на мир. И получается, что ты выбираешь себе вот этот ракурс. Я помню... Давайте дальше, да, читаем дальше. Для того, чтобы смотреть на мир через религиозный ракурс, нужно с ним ознакомиться. Вот мы сейчас ознакомливаемся путь Торы. Тора – это учение, которое получено через пророков, через Маше Рабену пророка. Значит, и потом добавляли другие пророки от Всевышнего специальное учение, по которому был сотворен мир, и как в этом мире жить. И, значит, сегодня 34-й день омера. В книге «Айом-йом», любая чистая рыба последней, он, когда ее составлял, он выбрал такой пазл, да, то есть он выбрал такой вот кусочек, красивый такой пазл. Он сказал так, хасидизм – это постижение божественности. Понимание человеком того, насколько он мал, и какого величия он может достичь. Значит, как мы знаем уже в Торе, есть в Торе открытая часть Торы. Это мы изучаем письменная Тора, и Талмуд, и законы. Да, это открытая часть Торы. Это делай, это не делай. Тут вот поступай так, тут поступай по-другому – это открытая часть Торы. А есть хасидизм, это называется, или кабала. Это внутренняя часть Торы. Внутренняя часть Торы – это а почему, что Всевышний хотел, для чего Всевышний это сделал, как я приближаюсь ко Всевышнему, выполняя его законы. То есть это уже такое глубокое идет размышление и постижение божественности. Как нам Ребе сказал вот этой красивой фразой хасидизм – это постижение божественности. То есть это такой глубокий внутренний взгляд на вещи, как есть книга, написал ее Раватива Тац, называется «Маска Вселенной». Когда весь этот мир, который мы воспринимаем – это маска. А маска, она скрывает того, кто за маской, но она же выражает того, кто за маской. И этот мир, он как раз выражает Бога, Создателя, Творца мира. И когда ты начинаешь вот так смотреть на мир, на вещи, на события, то тогда тебе открывается тот, кто за маской. И как раз это направление называется хасидизм. И когда ты начинаешь вдумываться глубже, тогда тебе открывается, насколько ты сам мал. То есть тогда любой ракурс, сквозь который ты смотришь на мир, любое размышление, в котором есть слово «я», «я думаю», «я знаю», «я понимаю», ты понимаешь, что ты просто взял сейчас и в огромном безграничном мире ты как бы его закрыл в маленькую замочную скважину своим «я». И ты видишь маленький-маленький кусочек из этого мира. Значит, вот опять появился. Давид Кост, он, я смотрю, переезжает все время. Вчера он был в одном городе, в Ницце, а сейчас из… Он город Писек. Че? Это очень смешное название для города. Город Писек. Писек он называется. Тоже, с какой стороны ты посмотришь, где ударение, так и звучит. Хорошо, двигаемся дальше. «Обретение неба на земле», вторая книга. Это мы смотрим, кто-то выбрал из 40 тысяч писем Ребе, выбрал 365 его высказываний и написал книгу. Об этом называется «Обретение неба на земле». Но его намерение было выбрать те мысли, которые дают почувствовать рай на земле. Значит, какая мысль должна нам сейчас почувствовать, обрести небо на земле? Давайте посмотрим. Мысль такая. Этот мир действует, оперируя хуцпой. Хуцпа – это наглость, агрессивная наглость. Прямо он дальше переводит. Значит, этот мир действует, оперируя хуцпой, агрессивной наглостью. Ведь эта хуцпа называться миром. Вообще эта хуцпа называться миром. Заявить о независимости от своего создателя, отрицать какое бы то ни было отношение к силе, которая каждый миг приводит его в движение. И тут вот как раз вот это вот, то, что отличало именно Любавичского Ребе последнего, он сказал так. Мы будем бороться с хуцпой ею же, хуцпой. Мы будем бороться с наглостью-наглостью. И то, что он сумел сделать с 1951 года, когда он стал Ребе, до дня своего ухода из этого мира, то есть он из маленького движения Хаббат, такой Хасидут Хаббат, мало кому известно. Это было очень маленькое-маленькое движение. Он создал движение, которое на сегодня, вот везде, где есть Кока-Кола, есть Хаббат. Везде, где есть, в любом городе есть центры Хаббат, послания Теребы. Они самые активные из всех других направлений иудаизма по распространению Торы. То есть они приходят к каждому еврею, давай оденем твилин, давай сделаем заповедь, давай то, давай это. Сейчас Хаббат именно, он пошел как раз очень сильно семь заповедей сыновей Ноаха. И последнее, то, что Ребе сказал перед уходом из этого мира, он сказал, что Машеаха приведет Хасид. Хасид это милосердие. И мы должны всеми силами стараться, чтобы в мире было больше Хасида, больше милосердия, больше добра, больше добра. Это очень-очень важно. Он сказал, и, значит, через это придет Машеах. То есть Алам Хасид и Бане, мир будет построен Хасидом, милосердием и, значит, такая активная позиция. Давайте разберемся. Значит, мир, он на человека давит. Он на человека давит, он ему постоянно подгоняет какие-то задачи, проблемы, сложности. И мир как будто бы говорит, что он отдельно. Вот как будто бы вот те сложности, те события, которые происходят, как будто бы они происходят отдельно, сами по себе. Но когда человек начинает видеть, что нет ничего само по себе, что все это Всевышний, и все это Творец мироздания, и вся его цель Творца, чтобы люди о нем вспомнили и стали духовными, стали духовными, больше внутри присоединились к Всевышнему, к добру, к духовности, то тогда ты понимаешь, что нет ничего отдельного, нет ничего кроме него. Нет этого мира. Есть только Всевышний, который обращается к людям через вот этот вот мир. А люди кто? Люди тоже проявления Всевышнего. То есть все это одно целое. И когда ты переходишь на этот ракурс, и ты видишь, как бы снимаешь вот эти вот очки, очки, которые ограничивают восприятие, и ты вдруг видишь, что весь этот мир это божественное проявление, и ты сам божественное проявление, и ты вот смотришь и думаешь, какая красота там, любой цветочек, любое это. То есть ты перестаешь воспринимать вот эту наглость, которой мир вырывается в тебя, какие-то счета надо оплачивать. Что за наглость вообще? Какие счета? Какой счет за электричество? Какое это все принадлежит Всевышнему? Какая вам нужна счет за электричество, счет за квартиру? То есть когда ты понимаешь, что это все, все это игры создателя, то тогда ты как бы начинаешь относиться ко всему весело, легко, и проходишь свой жизненный путь в постоянном контакте со Всевышним. И наступает небо на земле. То есть те люди, которые так воспринимают мир и реальность, они находятся в раю прямо уже здесь. У них небо на земле, потому что они во всем видят проявление Всевышнего. Хорошо. Все. Теперь дальше мы возвращаемся к недельной главе. Мы возвращаемся к недельной главе. Сегодня вот мне задали вопрос, почему мы изучаем Беху Катай. Потому что в Израиле мы изучаем глава Беху Катай, а за границей почему-то сейчас идет другая глава, и потом в какой-то момент они соединяются. То есть почему так идет, я не знаю. Я не вдаюсь во многие религиозные сложности. То есть я просто их делаю. Ну то есть сказано, что в Израиле изучаем Беху Катай. Значит изучаем Беху Катай. Почему, я не знаю. Точно есть ответ. Но мне интересна вот именно вот этот вот... Мне интересна психология Торы. То есть вот тот ракурс, с которого мы смотрим на Тору, это психология, как разобраться со своей головой. Потому что если человек разобрался со своей головой, со своим мышлением и управляет своими ракурсами, с точки зрения... Ну я считаю, что Тора это лучшая модель для управления. То ему будет хорошо. И в принципе понятно, что надо делать все заповеди. Но именно вот этот вот момент, почему, он интересует других людей. Есть люди, которые очень знают Аллаху, закон. Они прямо реально в законе спецы. И я у них всегда спрашиваю. То есть я в жизни за то, чтобы найти себя, то, что тебя интересует, и то, к чему у тебя есть призвание, это как раз именно то, что тебе нравится делать. И именно этим заниматься, помогая этим другим людям и принимая помощь от других людей в том, в чем ты не разбираешься. То есть есть масса вещей, в которых я вообще не разбираюсь. И я тогда очень люблю просить помощи у других людей. Помощь, знания, совет. Во всем, в чем я не разбираюсь. А я стараюсь разобраться в психологии Торы, как мыслить, как думать так, чтобы тебе было хорошо. Как управлять своим мышлением. Смотрите, буква закона недалеко от веры. Вот тут я не согласен. Наоборот, чем больше твоя вера, тем больше ты готов соблюдать те вещи, которые даже тебе непонятны, но ты должен их соблюдать. То есть тут это очень такое, знаете, как... Я всегда привожу пример, что человек, который любит там свою жену, да? И эта жена, она ему говорит там, приходи домой вовремя там, и трезвый. А он говорит, зачем эти условности? Ну зачем? Я же тебя люблю, люблю. А приходить буду ночевать, когда хочу. И пьяный. Ну, именно любовь проявляется в том, что ты выполняешь какие-то вещи, которые ты бы не выполнял бы сам. Но ты готов ради того, кого ты любишь, сделать какие-то вещи, которые он считает любовью. Поэтому вера в Бога и буква закона – это абсолютно связанные вещи. Спасибо, Владимир, за хороший вопрос. Ну, хороший вопрос. Просто иногда человек делает букву закона не ради Всевышнего, а он это делает ради себя и ради самой буквы закона. Тогда бывает действительно, что человек за деталями не видит глобально, для кого он это делает. Но, например, тот муж, который... Жена ему сказала, приноси цветы. И он приносит цветы, приносит, приносит, приносит. Уже она ему не хочет этих цветов. Уже он вообще приносит не для нее. Все, значит. Или он позвонил в магазин и заказал, чтобы каждый день приносили цветы, а она ему уже говорит, не надо цветов. Он говорит, нет, что значит не надо цветов. Сказано, приноси цветы. Я буду приносить цветы. И он даже не приносит цветы, он уже на автомат поставил приносит цветов. Тогда это такая пустая буква закона. Даже иногда она может идти против воли того, кто дал этот закон. Хорошо, здесь нам... Давайте вернемся тогда в письменное Тора. Значит, глава Буху Катай. И сегодня отрывок такой, что если поле, которое ты купил, оно... Что делать с ситуацией? Что делать в ситуации? Когда, помните, мы сейчас разбираем, что у человека есть возможность посвятить себя полностью Всевышнему. Вот особенно, когда был храм, они говорили, я делаю себя, как будто бы я приношу обет, что я посвящен Всевышнему. И в этот момент он становится частью как бы храма. А если он часть храма, то им нельзя пользоваться, уже нельзя... Это святое становится. То есть он себя перевел в статус святого. И когда он перевел себя в статус святого, то священники говорят, нам не надо в храме... Ну, то есть, с одной стороны, ты сейчас, когда ты так сказал, у тебя есть такая сила в твоем слове принести обет Всевышнему и сделать себя святым. Хорошо, ты сделал себя святым. А дальше-то что? Ты же остался в этом теле, а святое... С ним определенные законы взаимодействия. Давай выходи из святого. Как выйти из святого? В этом мире есть универсальное средство обмена, которым пользуются все люди. Деньги. Деньги – это универсальное средство обмена. Я могу обменять свою работу на деньги, потом деньги обменять на работу другого человека. Я могу дальше создать какую-то вещь и эту вещь обменять на деньги, потом деньги могу обменять на любую другую вещь. То есть деньги – это универсальное средство обмена. И Тора нам сказала, что если ты посвятил себя храму, то ты можешь себя выкупить, вместо себя отдать деньги, а на эти деньги купят святые, какие-то животные для жертвоприношения. Понятно, да? То есть, и дальше, если человек посвятил себя, если он посвятил свой дом, если он посвятил своих детей, за все есть оценка того, за сколько он это может выкупить. А сейчас нам говорят вот такую вещь интересную. Вот мы знаем, что на 50-й год все поля наследственного дела возвращались владельцам. То есть, земля, когда еврейский народ пришел в землю Израиля, была разделена между 12 коленами. Одно колено, колено Леви, это было колено священников. Они землю не получили. Они должны были служить в храме. Им дали города специальные. И всему остальному народу сказали, чтобы десятую часть отдавали, десятина отдавали Левитам. А Левиты отдавали Коинам. То есть, целая система была, как сделать так, чтобы каждая часть твоей жизни она была присоединена ко Всевышнему. Такая была, как система. Теперь на 50-й год поля возвращались владельцам. Юбилейный год Шнатьювэль. Теперь, если человек... Это мое поле. И я его в свое поле посвящаю храму. Тут понятно, как его выкупать. Все с этим понятно. А если я продал свое поле, продал я его, например, Лусине Файнштейн Сокартвеляни. Вот я Лусине. Лусине продал свое поле. Прошло уже 10 лет после предыдущего Йоволя. До следующего юбилейного года осталось 40 лет. Я и продаю ее на 40 лет. Это поле. Через 40 лет оно вернется мне и моим детям. Если меня не будет, то моим детям. Теперь Лусине, она посвятила это поле храму. Что делать? То есть она это стала храмовое поле. Значит, говорит нам Тора об этом случае. Священнослужитель. Сумму оценки до юбилейного года. И значит, тогда, чтобы выкупить поле, опять же, поле выкупается до юбилейного года. В юбилейный год поле вернется обратно. Дальше, например, у Марии Литвиновой она купила стадо. Купила она стадо и решила это стадо посвятить храму. Значит, нам говорит 26-й отрывок, что все первенцы в скота, которые рождаются первенец скота, первое там животное, которое рождает корова, оно и так принадлежит Богу. То есть это уже, это животное, его нельзя использовать, потому что первенцы скота, они сразу получают статус жертвы, они уже принадлежат Богу. И десятина тоже принадлежит Богу. Получается, что когда Мария Литвинова жертвует все стадо, то она как бы, она передает храму, то, что и так принадлежит храму. Десятина и вот этот вот первенцы, они и так принадлежат храму. Что в этом случае делать? Ну и так далее. То есть все вот эти вот нюансы, они рассказываются в сегодняшней недельной главе. Рассказываются эти нюансы. Значит, с одной стороны это нюансы, с другой стороны оно нам дает еще раз вот этот ракурс, что у человека есть полное право и свобода выбора посвятить Всевышнему или часть своей жизни, своего времени, или большую часть, или даже всего себя, всего себя посвятить служению Всевышнему. Но как посвящать? Это вот этот вот вопрос, мы вчера затронули, да, что есть, например, христиане, они пошли, они пошли, что можно посвятить полностью, и, например, там, монахи или Папа Римский, они берут на себя обед безбрачия. Но Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И даже мы знаем вот эту известную историю с царь Хистияу, который был почти Машех, который был святой, и к нему пришел пророк Ишаяу, и ему сказал, что ты умрешь и не будешь жить, то есть ты умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. Тот говорит, почему? Он ему говорит, потому что ты не выполнил заповедь про урву, плодитесь и размножайтесь. А тот ему говорит, так я же служил Всевышнему, я же видел в пророчестве, что у меня будут дети злодеи, которые будут прямо они жуткие злодеи. Царь Минаши, он весь народ Израиля заставил служить идолам, но хуже, что может быть? Он говорит, я не хочу, чтобы так было, и я ради служения Всевышнему отказался от детей. Сказал ему пророк Ишаяу, этот мир принадлежит не тебе, это мир Всевышнего, Всевышний в своем мире разберется, а ты, а ты, выполняй то, что тебе положено, человеку положено плодиться и размножаться, без этого не было бы мира. Если люди перестанут плодиться и размножаться, то что будет с миром? Его не станет. Поэтому, значит, тебе нужно было выполнять заповедь, а Бог бы уже дальше, Бог разберется. И что сделал царь Хисияу? Он сказал пророку Ишаяу, ошибся, я думал, что Бог хочет вот так, и я, это было мое служение. Но если ты пророк, ты говоришь, что действительно, оплодитесь и размножайтесь важнее, я сразу готов жениться, отдай мне свою дочку в жены. То есть, понятно, да? Это мы вернулись опять к букве закона, что если каждый будет для себя решать, что хорошо для Бога и как служить Богу, и что Бог от нас хочет, получится путаница, каждый будет делать все, что угодно. Ну что, значит, я думаю, что сегодня в служении Богу будет, значит, я не знаю, ворон принести в жертву. Кто-то скажет, классная идея, давай ворон приносить в жертву. А почему ворон? Ну вот мне так кажется. То есть, все пойдет в какой-то вот, вот такой вот расклад. Поэтому у нас есть книги пророков, да, которые нам говорят, как и что делать. Мы изучаем и делаем. Все, шаббат шалом. Значит, есть заповеди, которые знак союза. Это шаббат. Каждый седьмой день посвящать Богу. Тут даже логика в этом есть. Если ты готов один день в неделю посвящать полностью Всевышнему, уже у тебя как есть, это знак союза, да, ты знак. Я посвящаю. Что мы в шаббат делаем? Мы перестаем двигаться за своими желаниями, заниматься производительной деятельностью. Мы начинаем заниматься только духовной работой, изучением воли Всевышнего и прославлением Всевышнего. И останавливаем. Как бы в шаббат мы позволяем миру двигаться, как он хочет, а сами просто становимся в нем наблюдателями. Тренируем у себя вот этот ракурс, что даже если я день не работаю, даже если я день отключаю телефон, даже если я день полностью отключусь, мир будет жить, мир будет двигаться. И только ради спасения жизни. Можно, если война, вот, например, сейчас, когда началась война, то община Раф Пинхас-Вышетский, он ходил с телефоном в шаббат, в шаббат ходил по членам своей общины и прямо в шаббат их уговаривал, прям заставлял, чтобы они уехали, организовал им отъезд из Киева прямо в шаббат. Потому что если есть опасность для жизни, то шаббат отменяется. Все, друзья, удачи и успехов. Шаббат, шалом. Чтобы было благополучие, здоровье. Чтобы было шалом в душе, шалом в семье и шалом в мире. И чтобы вот мы сами молились за шалом. Самое главное, чтобы был шалом. Нет шалома, нет мира, нет ничего. Все остальное тогда не стоит. И чтобы быстрее, быстрее, быстрее закончилась эта ужасная война. И все вернулись по своим домам. И благословляли, и прям благодарили Всевышнего каждый, каждый день по сто раз. Все. Удачи. Шаббат шалом. Шалом. Продолжение следует...